всем привет на моем канале это видео является анонсом моего будущего видео с моим новым модом значит в данном случае я решил попробовать если получится сделать мод на базе довольно популярнейшего китайского закоса под лизерман wave который очень распространен который ну известен под разными названиями скажем это например да и кемпинг у меня например из китаем 21 а также xiaomi к 30 флиса свистыч 18 в одном эта модель очень популярна потому что она фактически копирует популярнейший удобнейший лизерман wave вот его конструкцию но плюс китайцы добавили полноценный бета-держатель обычных бит вот то что владельцы лизерманов только мечтают иметь в своих мультитулах и плюс низкая цена то из-за этого получилась популярность конечно качество тут так сказать мягкая стали это проявляется в шарнирах посадишь когда вы будете кусать там что-то нехитрое они начнут люфтить и сталь ножницы которые можно пальцами выгнуть но в целом учитывая цену и все такое то скажем знаете я бы с ним в разведку не пошел я бы пошел с лизерманом но для каких-то таких бюджетных вариантов день нужен не жалкий мультитул где нужно что попроще то вполне пойдет у меня возникла гипотеза о том чтобы его модифицировать потому что вы ее модифицирую мне например не нужен серийный клинок мне не хватает шила и все такое и у меня возникла идея а ведь благодаря чему это возникла идея потому что в отличие от дешевых шерпотребных мультитулов китайских которые то появились 1 2 и исчезли эта модель знаете имеет какую-то своеобразную эволюцию то есть у него там выходит вторая версия обновленная версия выходят какие-то похожие на это по всей видимости на этой же платформе построенные мультитулы с другими инструментами связи с чем это стало возможным в одну в конце концов у меня уже был обзор да вот свисты чем 17 в одном то есть отличается от этого что нет убита держательного но в целом то та же платформа вот и вот я заказал у своего коллеги несколько моделей из этой серии я посмотрю что да как вот получится не получится и потом я ему отправлю назад то что мне не надо в связи с чем я и снимаю вот это видео чтобы скажем посмотреть по гипотезу чтобы вы посмотрели что то как может быть а потом уже следующем видео как уже сказано было я сниму готовый результат вот открываем посылочку обзор на гербер был если как обычно кто-то будет спрашивать а что это за гербер так скрываем вот у нас один свистыч мультитул здесь должно быть три мультитула так больше ничего плюс возможно я свой пущу вход этот или этот или оба значит посмотрим что у нас тут какие модели интересно давайте с этого это самый главный я его хочу взять за основу это свистыч как он называется ну насколько я помню называется 18 в одному свистыча такие названия вот вот этот свистыч называется 17 в одном а этот 18 то есть свистыч просто отличает модели по количеству вы знаете типа инструментов хотя это все условно то есть у них получается нет моделей с одинаковым количество инструментов фактически это он же только вместо штатных отверток здесь бита держатель то есть такой же самый как вот в этом с qtm q21 вот но почему взял свистыч мог бы вот этот модифицировать то что мне нравится что у него есть клипса у этого у меня из qt нету клипсы хотя уже появились из qt с клипсами следующего поколения новым меня их доступе нету а этот есть плюс не свистыч как-то больше нравится знаете название вызывает доверие ну потому что я это в обзоре этого свистыча говорил что все таки как не что не крути но свистыч американская фирма была изначально вот по крайней мере есть какая-то легенда имени в отличие всех остальных вот так вот вот этот бита держатель кстати он такой же или чуть-чуть другой чуть-чуть отличие есть вот он скошенный здесь прямой тут скошенный статья ну да ладно гипотезу потом следующем видео проверим так это раз ну понятно это будет как за основу взятой просто такие гладенькие рукоятки на одной стороне гравировка свистыч лазерная здесь вообще ничего нету знаете вот все таки у из qt как-то поинтереснее рукоятки с такими вот выборками выемками здесь просто гладко но опять же у свистыча клинки внизу расположены вот так вот видите на той же оси что и все инструменты а у из qt как у вы его на той оси где пассатижи так с этим разобрались второй вариант второй вариант мультитур вот этот не помню как он называется кстати знаете что вот опять же любопытно насколько но правда lifetime гарантия пожизненная на китайских этих мультитулов может они обманут а может вот такой свистыч похоже конечно перфорация на рукоятках но несколько все-таки на его первых он такой блестящий как хромированный вот полировка в зеркало это может быть на видео не сильно видно а вот этот такой сакиновый может быть вот так будет виднее давите как блестит мне конечно это больше понравится он такой знаете как на титан похож вот это же как у викториноксов этот свистыч отличается тем подпружиненный пассатижи интересно у тех такого нету вот он отличается тем что у него он является как был фактически клоном полном смысле вы его потому что у него все инструменты наружные они так как здесь четыре инструмента снаружи остальное все внутри какого его здесь получается видите все сидят снаружи и вот вот здесь есть шило вот вот эта модель меня заинтересовала тем что на ней сшила и мне вот возникла идея получится ли мне поставить это сшила сюда но вот у модель то есть основная вы помните что я шила добавляю там не хватало этого то есть но у него бита держателя нет а может быть сюда бита держатель перекину надо будет поколдовать если получится смотрю тут рама сделано вот так жестко войдет ли бита держать и где он вот он пойдет ли он вот в эту часть чтобы на базе его делать то есть расстояние между вот этими лайнерами вот 1 2 это части рамы ну такое все таки здесь больше скорее всего что не получится ну на базе этого на базе этого еще возможно вот а также вот такой еще мне прислали это тоже китаец я думаю из этой же оперы но он без названия они есть название какое-то дичка вот такой похожий на них стул но у меня возникла идея что у него получается очень интерес что него ножницы снаружи вот и возможно ли например ножницы поставить вместо серии таро хватит ли длины грея не будет ли длина больше и похоже что они на одной платформе похоже но эта гипотеза это будет все проверено только при полной разборке вот они длиннее чем надо к сожалению вот но если что конечно кончик можно этот резать видите как он странно сделан вот эта часть увеличена то есть если по нижней губе ножниц то длина подойдет ну верхнюю можно как раз она прям вообще просится и убрать а потому что тут нету заточки она так как специально для зацепа сделано или что без нее получается скорее всего что зайдут вроде бы ну вот так ухты черная 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 педаль блокировки напильник такой сечен видео такой срок типа аля сигнал или скелету что там внутри давайте посмотрим тоже подпружинены сменные кусачки тут у нас отверткой консервный консервный здесь ничего это просто пластик он не вытаскивается он не является не свистком ничем просто пластиковые элемент для карабина но собственно все а снаружи тут пила давать вот по пиле проверим вот она идентична или нет пиле ну тут конечно шире вот эту часть вот тут вот она на этой модели на этой вроде шире потому что тоже носить пассатижа сидит ну может да чуть больше но посмотрим на еще и короче немножко хотя по полотну дай по полотну ну значит можно интересно то что она под другой угол то есть вот это получается под эту заточку а это под этот скос то есть его можно было бы поставять место серрей тора а ножницы как раз вместо пилы то есть вот такая у меня была идея вместо серрей то ра поставить ножню поставить пилу вот эту с этого тула А вместо пилы, которая теперь тут появится, появятся ножницы В результате внутри мы ножницы освобождаем У нас появляется дополнительная позиция Вот такая И там что-то можно по-другому переколдовать То есть и шило в конце концов поставить Вот такая идея, но я еще не уверен, насколько это получится То есть пока вот такая вот затравка Для интереса, для подогрева вашего будущего видео Я не обещаю, что она будет следующим Но если получится, то вы увидите результат Вот такие мультитулы Ну а вообще в целом, знаете, довольно Вот шагнули китайцы на новый уровень Еще раз повторю, что Эти мультитулы не являются какими-то супер качественными Но они, конечно, уже отличаются от тех китайских мультитулов с рыбочистками Которые это самые дешевые в самых магазинах Самым дешевым ширпотребом Это уже, знаете, какой-то промежуточный этап Между брендовыми мультитулами качественными И между этим ширпотребом, ближе, наверное, к брендовым Но все-таки еще обладающие такими вот китайскими болячками Назовем их так Ну, всем спасибо за просмотр Всем пока, комментируйте, до новых видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!